Приветствую вас дорогие друзья, подписчики и не подписавшиеся, поклонники моего творчества и злопыхатели. Приветствую всех, кто смотрит это видео, в котором мы завершаем изготовление шестой шахматной фигуры партии джаз, а именно черной королевы Эллы Фиджеральд. В последних кадрах предыдущего видео фигура была предварительно собрана на пьедестале и подставке со всей атрибутикой. Я также ставил ее рядом с уже готовыми фигурами для того, чтобы сделать окончательные правки. Это касается наклона корпуса, поворота относительно центрального ракурса, формы, то есть полноты фигуры и в данном случае складок платья. Когда ставишь фигуры рядом, становится видна некая игра жестов, общая динамика тел, одеяний, атрибутики, все должно быть в гармонии. На случай правки складок я оставлял запас, вы помните, на толщину ткани внизу платья. После наружной выработки складок запас кое-где стал минимальным. А весь оставшийся я сейчас сниму сам. Сделаю ткань тонкой по всему контуру, но только в торце. Полщина ткани будет увеличиваться кверху таким конусом, понятно, для прочности. Теперь платье с тонким краем обеспечивает наибольший обзор снизу. Можно окончательно вырезать туфли и ноги, настолько, насколько они будут видны. Если бы я вовсе не делал снизу выборку, так, обозначил бы туфли, на срезе платья и все. Меня вряд ли кто-то упрекнул бы. Ну, кто будет заглядывать по длинное платье? В конце концов, это неприлично. Но в обработке почти невидимых элементов не только моя эпидентичность. Это важный технологический момент. Внизу фигура наиболее широкая. Чем больше массив, тем больше внутренние напряжения и тем вероятнее трещина образования. Поэтому, если есть возможность, я выбираю. Вырезаю. Стараюсь вырезать середину больших массивов. Иногда просто засверливаю отверстия. Платочек – неотъемлемый атрибут и Элли Фиджеральд, и Луи Армстронга. Для Армстронга платочек был мультифункциональным. Луи протирал им и лицо, и руки, и трубу. Возможно, даже протирал ботинки, когда никто не видел. Элли же только лицо от струек и капелек пота, которые придают особый шарм темнокожим музыкантам. Они будто показывают неимоверную внутреннюю экспрессию даже во внешне малодинамичных композициях. Например, блюзах. Да, еще платочек был продолжением больших выразительных кистей певицы и участвовал в движениях ее рук под музыку, как аксессуар сценического костюма. Между прочим, я тоже всегда нашел свой платочек. Правда, не размахиваем и не вытираю ему лоб, чтобы, как у Жванецкого, не поцарапаться. Итак, первый платочек не получился. Хотя, с формой все в порядке. Кусочек был близко к коре, и в результате вылезла желтизна. То есть, он больше похож как раз на мой платочек, чем на платочек Эллы. Поэтому делаем новый, а этот в стирку. Хотя, вряд ли она ему поможет. Более тщательно подбираю заготовку для белоснежного платка. Форма немного другая. Я пытался подсмотреть складки на реальном платке, но они мне не устроились. Слишком сложные. Лепилась пластилина, тоже не получилось. В конце концов, делаю сразу, без эскиза. Но ориентир у меня есть. Это платочек в большой фигуре Эллы. Платочек будет вложен в кисть правой руки. Поэтому штифт не потребуется. Штифтом будет часть самого платка. Эту часть нужно подогнать. Боткнуть под пальцы правой кисти с учетом правильного позиционирования. Платочек должен висеть вертикально. Правая рука уже ориентирована микрофоном и платочком. Теперь нужно поработать и с рукавом, и с рукой отдельно и совместно. Показать на руке рельеф выступов и впадин. Зачистить плоскости и на руке, и на торце манжеты. Интересный момент. Вот именно эта нулевка, заезженная уже много лет, и кожа, это из папиных офицерских атрибутов, поправляет скальпель за несколько движений. На других нулевках так не получается. Приходится перетачивать скальпель по всем правилам. А это 2-3 движения, и можно шабрить и шабрить. Мягко и приятно. Сейчас для шлифовки и полировки я могу использовать свои старые наконечники, потому что у меня есть фазер 300. И я легко могу превратить его в подвесную машину с рукавом, который приспособлен под эти мощные наконечники. Особенно это пригодится при полировке больших фигур. Там фетровые кружки диаметром 40-50 мм нужно довольно сильно прижимать к кости. Почему подвесной вариант? Потому что наконечников с различными кружками и барабанчиками много. И менять их легче в рукаве, на ходу, чем в самом фазере. Я уже об этом рассказывал. Перед полировкой я еще раз собрал фигуру и измерил ее рост. И, о ужас! Она оказалась всего на 1,5 мм ниже короля белых, чикоккория. Он, конечно, стоит с другой стороны, но они же могут встретиться. По моему расчету, ферзь должен был быть ниже короля, где-то на 5-6 мм. Ну, с Луи Армстронгом просто он еще не готов. Но Корея, хоть он и наклонился, айла наоборот на каблуках и с высокой прической, никого это не волнует. Стал Антоновские стандарты холодны и равнодушны к человеческой боли. Разница в росте должна быть очевидна. А у меня уже все на пределе. Каблуки, например, вообще трогать нельзя. В общем, пришлось по миллиметру, по полмиллиметра снимать плоскости на педестале и подставке. И немного дорабатывать детали в связи с таким усекновением. Получил 4 мм разницы и немного успокоился. Теперь нужно отполировать все, что можно. Еще будут правки, надеюсь, небольшие, до полировки, переполировки, поэтому назовем это предварительной полировкой. Один из нюансов полировки, о котором я еще не рассказывал. Наша фигура вырезана из четверти фрагмента бивня. То есть, часть поверхности это эмаль, кора, твердая и насыщенная солями различных минералов, значит, цветом. Этот участок у нас находится сзади и частично на рукавах. А внутри этой четверти дентин, белый, бесфактурный и более мягкий. Это очень красиво для белого платья, но полировка на этих разных участках требует разного подхода. Там, где есть цвет, текстура и большая твердость, можно смело обрабатывать бурмашинкой, шкурками, резинками и затем полировать большими кружками. Зеркальная поверхность даже с какими-то мелкими недоработками все равно будет казаться идеальной. А вот на дентине, близко к середине бивня, машинная обработка небезопасна. Малейшие неровности поверхности вылезут после полировки, как земляные черви после дождя. И будут казаться дефектами ткани, заболеваниями человека в виде, скажем, напухания лимфатических узлов. Причем, повторю, это ошибки даже не в десятке, а в сотые доли миллиметра. Поэтому здесь предполировочная работа проводится очень нежно. Скальпелем, мелкими шкурками, вручную. И даже сама полировка должна быть очень осторожной, так как дентин, повторяю, намного мягче коры. Полируем все, что можно. Пьедестал, подставку, ракушку, руки. И смываем полировочную пасту чистым живичным скипидаром. Это лучший из растворителей для смывки пасты с костей. Не такой вонючий, как у айспирит. А наоборот, если вам удастся найти настоящий терпентин, мамонт, даже пролежавший несколько тысячелетий в болоте и приобретший соответствующий запах, после смывки очень долго будет источать приятный аромат хвойного леса. Тем не менее, без респиратора не полировать, не смывать не рекомендую. Теперь можно носить декор вокруг горловины платья на руках чуть позже. Зачем? Ведь все уже было хорошо. Нет, не хорошо. Кисть, точнее ладонь, была длинноватой. Хотя у Эллы были большие кисти, моя выглядела как будто растянутой в ладони. И меня это раздражало. Чем дальше, тем больше. А у нас, вы помните, была в запасе еще одна кисть, незаслуженно отбракованная по политическим соображениям. Вот я ее и вытащил из фундскамер и восстановил в должности. А старую отбил и положил рядом с той, что щелкало пальцами. Вот такой круговорот кистей в фигуре. Я умышленно в который раз усложнил себе жизнь. Серьги можно было сделать золотыми, и они были бы и прочные, и красивые. Но мы договорились, что Элла скромная. И символом этой скромности будет минимальное количество золота в фигуре. Поэтому бусы и серьги из костей. Сережек тоже три. Мне надо было попробовать. Ни о каком пластилине в таком размере не может быть и речи. Ну, для меня. Поэтому эксперимент сразу в кости. Штифт здесь вставлять некуда. Я его сделаю в этом же кусочке, заодно с сережкой. Простой кружочек или капельку делать неинтересно. Я тут намудрил такой круглый наушник, а под ним трехперый лепесток закрученный. Диаметр наушничка 1,3 мм. Длина всей конструкции 4 мм. После эксперимента не составляло труда изготовить еще две сережки. Мне уже понятно было последовательность операции и известны все размеры. Сделал двухстороннюю заготовку для удобства. Надо было бы довести сережки до финиша прямо на этой палочке, но не хватило выдержки. Я отрезал сережки до полной готовности и закачивать их приходится, держа в пальцах. Понятно, что они будут выпадать из рук на столик, поэтому я отключил вентиляцию. Знаю ее дурную привычку, утягивать все, что плохо лежит, в трубу аэродинамическую, а затем выбрасывать на улицу плоды кропотливого труда. Я не профессиональный персингер, или как там проколист, приколист, и инструмент у меня не стерили, но проколоть уши Элли придется. Сверлим отверстия под костяные штифты диаметром 0,8 мм. Ловля сережек по столику и неоднократные неудачные попытки попадания штифтов в уши я опускаю и показываю лишь победные попытки. Сережки вставляем под углом в соответствии с наклоном головы. Я сделал большую выработку под платьем, но вылизать все до блеска не смогу. Выборка делась из технологических соображений для уменьшения толщины массива. Известно, что кость дышит, она очень гигроскопична, и в зависимости от внешних условий то впитывает, то отдает влагу, что и приводит к трещинообразованию. Полировка закрывает поры, то есть снаружи, можно сказать, фигура защищена, а вот внутри получается рыхлая поверхность. Хотя я немного забил шариком, шарик уплотняет поверхность, но все равно это небезопасно. Поэтому я промазываю всю эту зону воском, а заодно навочу и деревянные детали, пьедестал и подставку. От этого запаха я не защищаюсь, я наслаждаюсь. Сборку начинаем с установки медной проволочки, так как золотых деталей пока нет. Не знаю, когда будут, и как быстро окислится медь, поэтому намажу воском. Это воск Ренессанс, который мне любезно прислал на пробу вместе с кусочками дерева. Я уже об этом рассказал Артем Мочульский. Проволочку в связи с будущей заменой нельзя приклеивать, потом не выковырять. Она огибает пьедестал с несколькими выпуклыми и несколькими вогнутыми радиусами. Канавка не столь глубокая, чтобы удерживать проволоку при всех поворотах. Не глубокая, потому что бы проволока у нее всего 0,5 мм в диаметре была видна, не спряталась. То есть при натяжении вокруг выпуклых радиусов проволока будет выскакивать из вогнутых. Поэтому в начале и в конце сделаны такие замки. Сначала заневоливаю проволоку в первом замке, затем выкладываю по всей канавке за счет мягкости меди и загибаю в конечном замке. Чтобы потом ее вытащить, нужен подход к замкам, а значит к нижней плоскости пьедестала. Таким образом, пьедестал пока нельзя приклеивать к подставке. Приклеить сейчас можно ракушку. Я окончательно решил, что она будет не металлическая. И руку, которая полностью подогнана и ориентирована. И сделать окончательную обработку места стыковки руки с корпусом. Нанести орнамент на манжетах, такой же, как на горловине. Подчистить, дополировать и не только рукав. Второй раз пройтись полировальным кружочком не вредно. Пусть сияет элла еще больше. А костей блеск это достоинство. В отличие от бликов на картине или лакированной деревянной скульптуре. В кисть также можно вклеить платочек. Все остальные крепления пока только на штифтах. Причем, штифты и отверстия сделаны так, чтобы детали стояли плотно. Либо защелкивались. В общем, не люфтили. Потому что для фото и видео сессии я использую вращающийся подиум. У которого есть определенные вибрации. И зазоры при сборке могут привести к колебаниям частей фигуры. Когда фигура была временно собрана и я уже отснял ее в статике и вращении ювелир принес детали. Поэтому я покажу последние операции окончательной сборки. А фото и видео придется переснять. Хотя разницы практически не видно. Но она есть. Зачищаю серебряную проволоку шнура под клей. Серебро вообще плохо клеится. И, кстати, черное дерево тоже. Особенно маслянистые породы. Но шнур у нас установлен так, что деваться ему некуда. Серебряная проволочка чуть тоньше моей. 0,45 мм. И она нагартована. Поэтому и визуально она ближе к реальному размеру. И по прочности хороша. Она не согнется от неловкого касания. А спружинит. Золотая проволочка для пьедестала тоже немного отличается. Медная была 0,5 мм в диаметре. И она мне казалась грубоватой. И я попросил сделать золотую 0,4 мм. На фото вряд ли это будет заметно. А глазами разница видна и радует. Микрофон тоже теперь другой. На нем есть имитация сетки. Для микрофона это здорово. А для фигуры даже не знаю. Если кто-то захочет посмотреть на микрофон поближе сквозь оптику, то сразу увидит лицо Эллы. Которое делал я тщательно, но без микроскопа. В отличие от микрофона. Последние процедуры. Обмывка и очистка. И вот теперь самый последний штрих. Мой автограф. Можно подумать, что я специально закрыл от зрителя. Сокрыл таинство ритуала подписи. Нет, просто из-за солнца не видел картинку на дисплее камеры. А второй раз подписывать не есть хорошо. Фигура закончена. И сейчас я представляю вам, дорогие друзья, двух и трехмерные картинки и видео готовой шахматной королевы. В заключение хочу добавить, что если бы мне пришлось сделать эту фигуру еще раз, я все сделал бы по-другому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok